В этот же день в Валуйках был открыт еще один памятный знак. На фасаде здания пожарно-спасательной части установили мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Ивану Карповичу Шиповалову. В 1941-м, в 18 лет, он ушел на фронт. Победу встретил в Кёнигсберге. Награжден орденами Красной Звезды Отечественной войны второй степени, а также за взятие Кёнигсберга и за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. После войны трудился на родине. Более 30 лет возглавлял отдел госконтроля пожарного надзора Валуйского района. К сожалению, в 2018 году Ивана Карповича не стало. В знак почтения и в память о своих сотрудниках, ветеранах МЧС, Россия открывает такие мемориальные доски. На открытие пришли внучки героя и правнук. По словам родных, он был добрым и скромным. О войне рассказывал мало. О его подвиге внучки прочли в архивах. Нашли в архивах мы наградные листы, как все это происходило. Во время передвижения колонна, в которой передвигался мой дедушка Шиповал Иван Карпович, попала в засаду и подверглась очень сильному обстрелу. Обстрел был настолько плотный, что вот просто все легли. В этот момент дедушка, которого я помню очень спокойным, уравновешенный человеком, в этот момент он сумел развернуть миномет. И действуя и заряжающим, и наводчиком, он подавил огневую точку противника. Воевал он в полную силу, трудился он так же. Для нас это, наверное, показатель того, что не только мы помним нашего родного, близкого человека, но и то, что, может быть, пожарная часть, пожарный отряд, город, тоже о нем помнят, признают его заслуги, он не забыт. Пока будет жива эта память, наверное, вот ровно до тех пор мы сильны.